Гость в студии 11 часов и 10 минут в Нижнем Новгороде Как вы понимаете, сейчас у нас в студии гость заведующая цехом росписи тканей Нижегородского театра оперы-балета Алла Шаманина Алла, добрый день Добрый день Столь необычный гость, поясню для наших слушателей Не случайно в нашей студии ровно 173 года назад В этот день, 12 марта, в балете впервые использовано платье под названием «Пачка» Вот расскажите, Алла, что же такое пачка, чтобы никто не путал и сразу представил образ? Ну, если говорить о дате, то именно так в этот день в пачке впервые вышла Мария Тальони Этот костюм для нее придумал Эжен Лами, французский художник Он придумал этот костюм для Тальони, которая была летающей балериной Это была первая балерина, которая революцию совершила в балетном искусстве И для ее нового танца был необходим новый костюм Потому что до Тальони красивые девушки вроде Волочковой выходили в красивых платьях, в туфлях на каблуке И все их танцевальное искусство сводилось к красивым позам, улыбкам А Тальони была балериной, которая первой вдохнула душу в танец И вот для нее был создан такой костюм, который помог ей создать тот образ Который, так сказать, она несла людям Ее отец был очень известным хореографом И специально для своей дочери он ставил балеты И обращались они, конечно, и к услугам художников И вот для балета, по-моему, сельфида Вот она выходила в таком легком воздушном платье Который современники назвали облаком газа Ну, платье, конечно, было создано в эстетике стиля Бидермайер То есть это широкая юбка Очень тонкий и узкий лифт И имитация больших рукавов на руках Вот в таком прелестном легком платье она танцевала сельфиду Ну, то есть тогда пачка это была такая длинная юбка пышная Это была юбка три четверти, которая открывала ногу ниже икры Потому что когда Тальоне спросили Не хотела бы она уменьшить длину пачки Она спросила, значит, собеседника А вы могли бы свою дочь или жену в такой юбке выпустить? То есть она, в общем-то, была не лишена скромности Ох, ну, вот хорошо То есть изначально пачка это длинная, ну, три четверти Длинная, юбка пышная Тоненькая юбка, да Прошло 173 года, что изменилось в пачке? Ну, естественно, хореография не стоит на месте И за весь XIX век она, конечно, претерпела большие изменения У Пушкина мы помним, да, про Истомин он пишет Стоит Истомина, одна там на ножке Кстати сказать, Тальоне была и первой балериной, которая использовала пуанты Не те пуанты, в которых мы сейчас видим балерин, но очень похожие туфли Потому что ее танец, он требовал такого полета А к концу XIX века пачка все уменьшалась И когда мы наблюдаем, например, дягеревские сезоны, которые, в общем-то, совершили революцию в театрально-декорационном искусстве И оказали просто огромное влияние и на мировую театральную культуру, и на нашу российскую Там уже пачки, конечно, меньшего объема и более короткие Но все еще они достаточно длинны То есть они могут быть до колена И, в общем-то, они были очень богато украшены Потому что дягерев хотел, чтобы все было очень красиво И революцию-то, я так думаю, что Евгений Пономарев совершил Это художник императорских театров, который поставил в свое время «Лебединое озеро» Это вот эталон пачки Это он придумал лебединую пачку, придумал ушки этого украшения на голове и спире Это вот такая торчащая, да? Да-да-да-да-да Вот не могу сказать, кто первым ставил стальку в пачку Это такой стальной обруч, который позволяет пачке оставаться в горизонтальном положении Каркас, да? Да, каркас такой Легкий, в общем, мягкий Позволяет и танцовщику мять эту пачку Потому что очень много сложных поддержек Пачка прыгает вместе с танцором, да? Нет, она не должна прыгать Она, в общем-то, да, потому что это смешно А ведь балет – дело серьезное Действительно, я так понимаю, в связи с этим у партних очень большие сложности Да, при пошиве пачки Да, пачка, пошив пачки, он требует в первую очередь опыта То есть, ну, научиться можно сесть и посмотреть В интернете даже выложены выкройки Но надо знать, как это к телу приложить То есть у закройщика пачки должно быть очень хорошее видение анатомического строения балерины Он должен очень хорошо чувствовать Потому что, естественно, все фигуры разные И нужно уложить так, чтобы ведь пачка состоит из трех частей Лиф, собственно, пачка, юбочка и трусики То есть все эти три детали нужно соединить так, чтобы балерине было удобно А ведь, в общем-то, пачка – вещь такая не очень удобная Потому что лиф, например, он сидит так туго, он должен сидеть анатомически на балерине Что порой не сходится лиф на спине на ладонь И балерину затягивает А потом еще и нитками зашивает перед спектаклем для того, чтобы это все не лопнуло Но вообще в чем особенность? Вообще в целом не только пачки балетного костюма Я так понимаю, близко к телу все это находится И, опять же, есть танцоры мужчины, есть женщины Тоже, наверное, есть свои какие-то особенности Что самое главное в балетном костюме? В балетном костюме самое главное, чтобы танцовщик сумел в нем станцевать Самое главное Сумел А при этом еще надо умудриться, еще и передать тот замысел, который вкладывает в спектакль создатель спектакля, балетмейстер И еще и то, что придумал художник-постановщик тоже И уместить на этом маленьком, совершенно крошечном участке ткани нужно еще что-то изобразить Ну вот тогда в связи с этим вопросом, а с чего же начинается создание костюма? Ну, создание вообще спектакля начинается с хореографии, балетмейст, музыки Вот появилась музыка, есть балетная музыка, есть хореограф, который думает на эту тему Вот он придумал спектакль, ему надо его воплотить на сцене Он приглашает художника-постановщика, который придумывает декорации, придумывает костюмы И начинается создание спектакля Причем порой хореограф это делает очень быстро Он работая, допустим, он год это придумал, а может быть и всю жизнь вынашивал А на репетиции достаточно порой трех недель А для того, чтобы спектакль сделать в мастерских, порой и годы не хватает То есть это очень кропотливая такая многодельная работа В частности, вот и работа с пачкой Представьте себе, весь кардебалет одеть в пачки Солистам сделать пачки на особицу И еще при этом они переодеваются раза два за спектакль Вот представьте себе И как долго живут костюмы? А живут они, живут они вот костюмы в опере Они живут и по 40, и по 100 лет А костюм в балете, он долго не живет Даже вот когда мы экспонируем костюмы на выставках Мы редко берем балетные костюмы Просто из гигиенических соображений Потому что на них кровь и пот артистов, да Вот мне кажется, ни один зритель не задумывался, придя на балет Сколько труда вложено в костюмы А они живут недолго, как выясняется Ну вообще балет, вообще театр, музыкальный театр делает чрезвычайно трудоемкое Бедные балетные наши, они репетируют дважды в день И если у них нет вечернего спектакля То они утром и вечером приходят на классы Если вечерний спектакль, значит они утром приходят на классы У них один выходной день Тяжело, тяжело И напомню, у нас заведующая в гостях, заведующая цехом росписи ткани Нижегородского театра опер-балета Алла Шаманина Алла, вот насколько я знаю, скоро, совсем скоро, 17 марта В театре будет премьера балета «Белоснежка» И, как вы признались перед эфиром, вы имеете непосредственное отношение к этому спектаклю, правда? Да, я художник-постановщик этого спектакля То есть я делала и декорации, и костюмы То есть приложили руку как раз-таки к костюму Мало того, я еще и руками делала, как завцехом росписи тканей Как мастер по росписи костюмов Мы там увидим пачки? Нет, этот спектакль не пачечный Тут есть только один костюм «Белоснежки», который, ну, можно назвать пачкой Пачкой такой, которая называется «Шопенко» Потому что пачки двух видов у нас существуют Пачки длинные в три четверти, это «Шопенко» И пачка короткая Ну, то есть это, получается, «Белоснежка» будет вот 173 года назад Примерно такая же, да, пачка? Ну, по, так сказать, по силуэту, да Отлично Ну, а чем вообще отличаются пачечные спектакли от непачечных? То есть каким образом выбирают, что будет пачка в этом спектакле, а здесь нет? Это зависит от хореографии Потому что пачечные спектакли – это «Лебединое озеро», «Боядерка», «Сельфида» То есть это золотой фонд балета Если балетмистер работает, например, в другой стилистике Ну, существует же сейчас вот такое направление в балете, которое называется «Модерном» Хотя у нас в театре «Модерн» есть только в одном спектакле А вообще у нас, конечно, классическая хореография Вот, но тем не менее есть спектакли более классические, менее классические Вот, например, мы же знаем каменный цветок, который в свое время был поставлен вообще на трикотаже То есть артисты выходили вообще практически без костюмов Ничего себе Там пачек не было Есть такие варианты каменного цветка, где, например, в пещере камней выходят все в пачках А у некоторых выходят все в трикотаже Это все зависит от того, как балетмистер поставил То есть если спектакль более классический, с более классической хореографией, он пачечный Вот в процессе работы над этим спектаклем балетмистер Мехков, который поставил эту «Белоснежку» Он в середине спектакля мне вдруг сказал, что надо было ставить на пачках Я говорю, вы знаете, Борис Иванович, уже поздно Да, учитывая, как долго и сложно создаются пачки Ну, Алла, что ждет зрителей, пришедших на премьеру «Белоснежки»? Вы знаете, даже название этого спектакля, в общем, претерпело изменения Раньше, когда мы начинали над ним работать, он назывался «Белоснежка из семь гномов» Но в процессе работы над спектаклем театр убедился в том, что настолько сложная хореография в этом спектакле Что, в общем-то, и даже взрослому зрителю интересно будет посмотреть Потому что Мехков большой мастер хореографии И очень интересный у него в этом смысле спектакль И у нас будут вечерние спектакли Это уже, наверное, в следующем месяце после марта Или, может быть, даже и в марте в конце Но первые премьеры, которые состоят с 17 и 18 числа Это дневные спектакли То есть спектакль, в общем-то, имеет адрес и к детям, и к взрослым Я думаю, если взрослые придут с детьми, получат удовольствие Но остается только, очень радостно, призвать, пригласить любителей театра, балета На премьеру 17 и 18 марта в 12 часов дня Театр оперы и балета Спасибо за приятную и интересную беседу У нас в гостях была заведующая цехом росписи ткани Нижегородского театра оперы и балета Алла Шаманина Всего доброго До свидания